Ориентир первые, право 100, бронетранспортеры противника, уничтожить. Один столет заведи. Есть один столет, заведи. Прицел 351. Уровень 30. Доворот из основного направления 1.05, страни 1.05. Угломер 30. Угломер 30.0. Первому. Выстрел. Первый. Орудие. Выстрел. Самоходная установка 2С9 Нонна-С разработана и изготовлена на Перском машиностроительном заводе имени Ленина в 1979 году. Специально для войск ВДВ на базе шасси плавающего гусеничного транспортера БТР-Д. Орудие предназначается для уничтожения живой силы, бронетехники и укрытия противника. Может быть доставлено военно-транспортной авиации в любую точку мира и десантироваться с помощью парашютной системы. Имея двигатель 240 лошадиных сил, 2С9 может передвигаться по воде 10 км в час, а по шоссе 60 км в час на расстоянии 500 км без заправки. Но главное достоинство Нонны, которого до сих пор не могут достигнуть зарубежные партнеры, ее орудие – нарезная пушка 2А51, которая может использоваться как миномет для всех отечественных и зарубежных мин калибра 120 мм, забрасывая их на дальность до 7 км. Кроме того, 2А51 специальными осколочно-фугасными снарядами может стрелять как гаубица на расстоянии до 13 км, а также может использоваться как обыкновенная пушка с прицельной дальностью от 7 до 8 км, при этом, реально поражая легкую бронетехнику на расстоянии 3-4 км, а с расстояния 800 м кумулятивным выстрелом 3ВБК-14 могут пробить гомогенную броню в 600 мм. Повышенная точность попадания снарядов обеспечивается нарезным стволом орудия. Нонна-С имеет экипаж 4 человека и с боекомплектом 40 выстрелов, весит 17,3 тонны. Учитывая успешный опыт применения САУ бойцами ВДВ в Афганистане, было решено разработать подобное оружие и для сухопутных войск. В результате в начале 2000-х годов была разработана САУ-2С-31 «Вена». Основным отличием от машин предыдущего поколения семейства Нона является наличие орудийно-вычислительного комплекса, который позволяет получать и передавать информацию с данными для стрельбы по целям, а также отслеживать состояние машины. По данным ГЛОНАСС командир вводит данные для стрельбы по цели, после чего орудийно-вычислительный комплекс определяет необходимые углы наведения орудия и номер заряда, а затем наводит орудие на цель. В 2010 году первые партии 2С-31 «Вена» начали поступать в общевойсковые подразделения. А для ВДВ разработана новая машина 2С-42 «Лотос», на которую, кроме ЭВМ, как и на Вену, установили двигатель в 450 лошадиных сил, что позволяет ей двигаться по шоссе со скоростью в 70 км в час. Но самое главное, на «Лотосе» установлена модернизированная пушка 2А80 с более удлинённым стволом и улучшенной системой компенсации отдачи, что позволяет применять новейшие боеприпасы, обладающие большой модернизационной потенцией. Такими же возможностями обладает и принятый на вооружение в 1986 году орудие 2Б-16 «Нонна-К», которое наряду с легендарной гаубицей Д-30 успешно работает на передовой, тем более, что КНДР поставляет для них огромное количество боеприпасов. Пришлось даже возвратить отправленные раньше на хранение Д-30 и снять значительную часть с консервации. Именно благодаря калибрам 120 и 122 Россия имеет преимущество в артиллерии на передовой. Россия имеет развитую сеть шоссейных автомобильных дорог и огромное пространство возможного театра боевых действий. Для быстрого перемещения артиллерии была разработана САУ-2С-23 «Нона-СВК» на шасси бронетранспортера БТР-80, которая была принята на вооружение в 1991 году. САУ имеет поворотную командирскую башенку с установленной на ней пулеметом 7,62 калибра и может передвигаться по шоссе со скоростью 80 км в час. И еще два новых цветка с новой пушкой 2А-80 были приняты недавно на вооружение российской армии. Это самое проходимое в мире самоходное орудие САУ «Магнолия», предназначенное для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики. А также САУ-2С-40 «ФЛОКС» на базе бронированного Урала 4320 высокой проходимости с колесной парой 6х6. САУ «Магнолия» А также САУ «Магнолия»